Друзья, всем привет! Совсем недавно, буквально на днях, компания Huawei представила для нас с вами свою новую линейку смартфонов Nova 12. И в этом видео мы с вами посмотрим, какой получилась самая флагманская модель в данной линейке, которая получила название Huawei Nova 12 Ultra. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Новинка получила классный OLED-дисплей на 6,76 дюймов с разрешением 2К. 2776 на 1224 точки, это 449 ppi, частота обновления здесь 120 герц, частота опроса сенсорного слоя 300 герц, шим 2160 герц, это 10-битная панель с поддержкой HDR10+, и Dolby Vision. А защищает всю эту красоту фирменное стекло Kunbun Glass 2-го поколения. Данный дисплей выполнен по технологии LTPO, а это значит, что частота у него переменная от 1 до 120. Например, если вы играете в какой-то динамичный шутер, ваш дисплей сможет отрабатывать на всех 120 герцах. А если вы наоборот смотрите какую-то статичную картинку, ваш дисплей сможет отрабатывать вплоть до 1 герца. Также частота может быть переменной от 1 до 120, 93, 112, 15 и так далее. Это очень классная технология, которая очень сильно помогает экономить заряд батарейки. А в сердце у нас располагается фирменный процессор от компании Huawei, это Kirin 9000SL. Здесь у нас одно ядро Tayshan Big, два ядра Tayshan Mid и три ядра Cortex-A510, а также графический ускоритель Malion 910 MP4. В тестах данный чип выбивает далеко за 1 миллион баллов. По оперативной памяти все хорошо, но только один вариант, 12 гигабайт. По внутренним накопителям все немножко лучше, здесь уже есть выбор, два варианта, 512 и 1 терабайт памяти. А вот поддержки microSD, к сожалению, нет, но мы к этому с вами уже привыкли. Еще из интересного по коммуникациям, здесь у нас двухдиапазонный Wi-Fi, есть Bluetooth, есть датчик NFC и выход USB Type-C, версия 2.0. Сканер отпечатка пальцев располагается под дисплеем, а прямо из коробки новинка работает на фирменной операционной системе Huawei, это Harmony OS 4.0. Габариты устройства 163.14 на 74.96 на 7.68 мм, вес 198 грамм. На задней стороне новинки располагается блок камер, состоящий из двух модулей, основной из которых на 50 мегапикселей с переменной апертурой от 1.4 до 4.0. И еще один датчик широкоугольный, он на 8 мегапикселей с апертурой 2.2. А на обратной стороне, посередине экрана сверху, располагается два фронтальных модуля, основной из которых на 60 мегапикселей с апертурой 2.4. И еще один датчик телеобъектив на 8 мегапикселей с апертурой 2.2. Здесь у нас заявлен оптический зум 2Х. А за автономность у нас отвечает батарейка емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядкой на 100 Вт и с поддержкой обратной реверсивной зарядки на 5 Вт. Ну что ж, друзья, вот такую вот новиночку для нас с вами представила компания Huawei. Я вам напоминаю флагманский мощный смартфон, который получил название Huawei Nova 12 Ultra. И теперь мы с вами плавненько переходим к тому, ради чего мы здесь с вами и собрались. За базовую версию на 12 плюс 512 производитель просит примерно 655 долларов США. Ну а за самый топ и фарш 12 плюс 1 карабайт уже 770 долларов США. Итак, друзья, вот такая вот у нас новиночка, вот такие у нее характеристики и вот такие цены. Что думаете вы по поводу Huawei Nova 12 Ultra? Свое мнение отпишите в комментарии к данному видео. Хотели бы вы себе приобрести данную новинку? А если хотели бы, отпишите на замену какому смартфону планируете приобретение. Также отпишите, даже если не планируете приобретать, как вам по вот этим характеристикам данный смартфон понравился или нет. Ну и пару слов о том, есть ли у вас какой-либо опыт эксплуатации вот таких вот смартфонов от компании Huawei. Ну а я на этой ноте буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, обязательно ставьте свои царские лайки. Также подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал и вступайте в мою группу ВКонтакте. А я с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся в интернете. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok